Здравствуйте, с вами Светлана Быкова. Записываю видео с информацией по вчерашнему брифингу. Сначала информация от представителя АИ-маркетинг. Мы получаем много обращений с вопросом, когда все средства со счета неизрасходованное будут запущены в рекламу. Часть средств со счета уже запустились в рекламу, а часть средств все еще на счету. Нам необходимо время, чтобы корректно запустить компании. Как я пояснял ранее, существуют определенные принципы таргетирования. Рекламу надо показывать таргетированным группам. Нельзя показывать рекламу всем подряд. Если показывать всем подряд, то эффективность упадет, и рекламные бюджеты просто сольются. Поэтому наша цель не запуск компаний, а запуск эффективных компаний, чтобы выдерживать соотношение просмотров к покупкам. Конверсию. Если говорить просто, когда конверсия высокая, то рекламные компании приносят доход. Если конверсия низкая, бюджет потратится, а дохода не будет. Почему с новых рекламных компаний на неизрасходованные рекламные бюджеты не начисляются суммы для выкува фондом Протект? Потому что доходом с неизрасходованных бюджетов планируется покрыть авансовые платежи кэшбэка, которые уже выплачены компанией, но не получены от агрегаторов. Как ранее пояснялось, после подтверждения кэшбэка ритейлерам проходит значительное время, пока ритейлер выплатит кэшбэк агрегатору, и агрегатор, в свою очередь, выплатит кэшбэк нам. Компания Wixford всегда выплачивала кэшбэк, как только он подтвердился ритейлерам, фактически авансом, за долгое время до того, как деньги были получены от агрегатора, чтобы уменьшить фактическое время ожидания клиентов. Наши клиенты не сильно бы обрадовались, если бы мы решили отозвать весь ранее выплаченный авансовый кэшбэк. Именно из-за необходимости покрыть предыдущие авансовые платежи, компания не распространяет условия выкупа фондом Протект на неизрасходованные бюджеты. Есть некоторые проблемы с пополнением с помощью PerfectMoney. Мы в курсе ситуации. Мы уже связались с PerfectMoney, чтобы решить эту проблему. Мы уверены, что вопрос будет решен в короткие сроки, и все платежи будут найдены. Пожалуйста, используйте сейчас другие способы оплаты, если это возможно. Мы все еще ждем ответа от Роскомнадзора, и до сих пор не получили ответа о причинах попадания в черный список. Мы получаем много обращений по поводу оплат с карт или с использованием ТРЦ-20 и так далее. Мы приступим к включению этого функционала, как только закончим запускать компании на неизрасходованные бюджеты. Несколько часов назад мы включили возможность покупки рекламы за бонусы с INB. Мы видим, что многие лидеры уже получили бонусы. Хотим разъяснить, что реклама, купленная за бонусы, является новой покупкой рекламы, и на такие рекламные кампании будут распространяться условия выкупа кэшбэка фондом Protect. Мы не обсуждаем нанесенный ущерб, мы принимаем на себя все взятые обязательства и работаем над вопросом выплат. Средства Protect используются для покрытия кэшбэка, и как мы ранее объявили, вы можете принять предложение и позволить фонду выкупить ваш неподтвержденный кэшбэк, или вы можете подождать, пока мы не получим полный контроль над счетами кэшбэка. Принимать или ждать – это ваш выбор. Далее рассмотрим ответы на вопросы. Вопрос. Для партнеров остается неясным вопрос с возвратом сертификата. Сертификат отработал, и накопилась сумма немногим недостаточно – до 100 долларов. Деньги ушли в неизрасходованные. Теперь снова партнеру нужно копить до 100 долларов и при этом пополнять новыми деньгами. Ответ. Да, но средства выйдут быстрее, так как партнер будет получать не 55% от кэшбэка, а 55% плюс 22,5%. Вопрос. Сколько времени нужно, чтобы старый рекламный баланс с 11 по 14 июля заработал? Ответ. Мы начнем запускать рекламу на средства, выплаченные с 11 по 14 июля после того, как закончим с неизрасходованными бюджетами. Надеемся, в течение следующей недели. Вопрос. Блокировка Роскомнадзора приостановила работу агрегаторов с компанией. А как это влияет на уже заработанный кэшбэк компании Виксфорд? Покупки совершены, ритейлеры получили свой доход. Работают ли юристы компании над решением этого вопроса? Ответ. Вывод кэшбэка находится в зависимости от решения вопроса с Роскомнадзором и ЦБ. Это не отдельные вопросы, и их не решить параллельно. Их можно решить только последовательно. Вопрос. Понятно с неизрасходованными средствами. Они ушли в работу и будут приносить доход. Понятно с теми средствами, которые были в ожидании. Их заморозили, и спасибо вам, что их можно будет вывести через протект. Но почему заморозили все те средства, которые были на кэшбэке, доступные к выводу? По сути, люди могли их вывести еще, к примеру, 11 числа, до блокировки. Просто по какой-то причине не вывели, но они были в доступе. Было бы лояльно к этим средствам открыть доступ, и пусть человек сам решает, вывести их или поставить на реинвест. Ответ. Потому, что компания обязана выплатить клиентам 55% от всего полученного от агрегаторов и ритейлера кэшбэка. То есть принцип такой – получили-выплатили, не получили-выплатили. Как ранее пояснялось, после подтверждения кэшбэка ритейлером, проходит значительное время, пока ритейлер выплатит кэшбэк агрегатору. И агрегатор, в свою очередь, выплатит кэшбэк нам. Компания Uxford всегда выплачивала кэшбэк, как только он подтвердился ритейлером, фактически авансом. За долгое время до того, как деньги были получены от агрегатора, чтобы уменьшить фактическое время ожидания клиентов. То есть те средства, которые увидели на своем аккаунте в разделе «Доступны 10», «11», «12» и т.д., не были фактически нами получены. И мы их не выплатили из-за этого. И фонд Protect предлагает механизм выкупа, независимо от того, получили мы средства или нет. Вопрос. Изучая адреса переводов, на которые мы вносим депозит, в частности, биткоин и эфириум, мы видим несколько миллионов долларов и множество перемещений после локировки. Что означают эти суммы? Ответ. Мы отправляем криптовалюту в качестве платежи тем маркетинговым партнерам, которые принимают их. А оставшаяся сумма отправляется на биржи. После этого мы не следим за историей криптовалютных фондов и понятия не имеем, что биржи делают с этими средствами. Вопрос. Как быстро отображаются покупки после того, как деньги поступили в рекламный бюджет? Ответ. Обычно он отображается на следующий день после того, как деньги были потрачены на рекламу. Вопрос. В статистике не отображается запуск неизрасходованных средств, а также не отображается рекламный бюджет и сколько израсходовано роботом, когда планируете запуск статистики и где все будет отображаться? Ответ. У меня нет информации о том, что кабинеты работают некорректно. Об этом я говорила в своем предыдущем видео, что часть неизрасходованных средств ушла в работу, но в статистике она не появилась. Видимо, теперь после того, как компания узнала, что в этом проблема, вопрос будет решен. Вопрос. Партнеры из Израиля просят добавить израильские банки в списки для ввода и вывода на банковские карты. Это возможно? Ответ. Пока мы не закончили с перезапуском, компания никаких стран ни для ввода, ни для вывода добавляться не будет, к сожалению. Первый приоритет – перезапуск. Вопрос. Когда планируют запуск реинвеста или пополнения, которые были после 12 июля? Ответ. Сразу после того, как мы закончим запускать все неизрасходованные бюджеты. Вопрос. Всех интересует, какие шаги сделали юристы, подана ли жалоба прокурору и какая вероятность того, что этот вопрос с блокировкой решится. Ответ. В прокуратуру никаких жалоб не подано. Чтобы подать жалобу, необходимо понимать суть претензий, чтобы привести свои аргументы. А тут даже суть претензий не ясна. Вопрос. Делается ли что-то, чтобы нас убрали из списка СБ с признаками пирамид? Ответ. По СБ вообще ничего не понятно пока. Ни критериев, ни причин. Нам сообщили, что это произошло из-за того, что мы давали бонус за пополнение. То есть банк Тинькофф может рекламировать свою инвестиционную платформу, предлагая добавить на счет 100% от пополнения счета. А когда мы сэкономленные на своем процессинге проценты в качестве бонуса возвращаем клиенту на счет, это признаки пирамиды. Непонятно пока ни критериев, ни причин. Разбираемся. Вопрос. Если фонд защиты может быть активирован в будущем, даже если АИ-маркетинг заблокирован, почему бы не активировать его сейчас? Это почти вернулось бы к нормальной жизни и высвободило деньги, которые действительно нужны некоторым людям. Ответ. У нас есть наша финансовая команда и наша стратегия. Наша обязанность выплачивать 55% от того, что мы получаем от агрегаторов кэшбэка. Поскольку средства заблокированы на счетах кэшбэка, и большинство из них еще даже не проверены, мы по доброй воле предложили механизм компенсации до того, как мы фактически получили деньги. Вопрос. У новичков висят над зеленой картой суммы еще с июля. Это как-то решится? Ответ. Вероятно, это пополнение. Они уйдут в работу, как только мы закончим перезапускать компаний на неизрасходованные бюджеты. Вопрос. Можно в разделе «Статистика» разделить начисление кэшбэка на неизрасходованные средства и на активные, чтобы можно было видеть расход по тем и другим средствам. Ответ. Все будет отражаться вместе, так как они идут в разнозначные рекламные компании. Мы не можем их разделять. Вопрос. Рекламные компании на средства, внесенные или реинвестированные с 10 по 13 июля, будут считаться новыми пополнениями со всеми вытекающими последствиями. Начисление партнерки, включение в товарооборот, формирование фонда «Протект» или нет. Ответ. На средства, внесенные или реинвестированные с 10 по 13 июля, партнерка уже была начислена. И в обороте структур эти средства учтены. Вопрос. У многих лидеров бонусные деньги еще с июля стоят на рекламном балансе и не уходят в работу. Если к ним добавятся новые, они уйдут вместе? И как скоро? Ответ. Они ждут своей очереди на запуск после неизрасходованных бюджетов. С новыми бонусными не уйдут. Уйдут в свою очередь. Там отдельный учет. Вопрос. Старые бюджеты распределяются по работе. Но для людей, которые сделали депозит с 10 по 13 июля, а депозит все еще заблокирован в балансе объявлений. Этот не вернули в работу. Когда вы сможете их вернуть в бюджет? Ответ. Мы начнем запускать рекламу на невыплаченные средства с 10 июля, только после того, как закончим с неизрасходовыми бюджетами. Надеюсь, в течение следующей недели. Вопрос. Сейчас в Российской Федерации стали блокировать VPN, а доступ на сайт не всегда возможен даже по обновленной ссылке iMarketing. Какие варианты могут быть еще возможны для доступа в личный кабинет и как скоро можно ожидать разблокировки основного сайта? В России принято решение о блокировке еще шести VPN-сервисов, сообщили известия в Росконнадзоре. Речь идет о следующих VPN-сервисах. Перечисления вы видите на слайде. Ответ. Выход только один. Пользоваться VPN, которые не блокируют. Мы же не можем заставить государство не блокировать VPN. По разблокировке основного сайта у нас нет никаких сроков и никаких гарантий в свете наблюдающегося беспредела с блокировками. Следующий брифинг назначен на 18 сентября. Как вы видите, компания составила свой план действий для выхода из сложившейся ситуации, следует ему и решает возникшие проблемы. Конечно, мы хотим, чтобы все решалось быстро и мы снова начали быстрее получать доход, но все идет так, как идет. Главное, что компания не закрывается и собирается работать долго. Поэтому я смело могу пригласить вас присоединиться к нам и получать доход каждый день. Тем более, что новичков эти проблемы и вопросы не коснутся. Их средства будут работать так, как положено. Все необходимые ссылки вы найдете в описании под видео. С вами была Светлана Быкова. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, пишите адекватные комментарии. Желаю всем успешного дохода. Спасибо за просмотр!